Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем канале Сладкий Персик. Вы наверняка знаете, что мы с мужем очень любим технику, которая облегчает нам жизнь. Она позволяет делать уборку или готовить значительно быстрее. И сегодня у нас будет очень быстрый обзор моих помощников для уборки. И первым делом я вам покажу нашего помощника номер один. Это вот такой вертикальный пылесос KERHER. Он называется VC4S CORDLESS+. Ну, я думаю, с ним все понятно. Мы им пылесосим по луне. У нас нету ковров, но у нас есть черный, ну, почти черный, темный ламинат. И поэтому пользуемся мы им каждый день и даже иногда не по разу. Еще очень удобно им пользоваться на кухне, когда ты что-то просыпал. Нужно быстро пропылесосить. И у входа. У нас, кстати, стоит у входа в дом. У него есть такая станция. Я снимала про него полный обзор. Если вам интересно, напишите в комментариях, я пришлю вам ссылку. Вот, он у нас стоит у дома, точнее у входа в дом. И им тоже очень удобно пылесосить грязь с улицы. Ну, сейчас зима, осень, весна. Ты приходишь, с обуви летит, это все засыхает. Очень удобно и быстренько пропылесосить, и пол чистый. И продолжая тему полов, следующая популярная вещь в нашем доме для уборки. Это вот такой вот моющик пола, беспроводной, тоже от KERHER. Называется FEC CORDLESS 3. Я уже говорила, что у нас дома нет ковров, поэтому мы убираем ламинат. Так вот, ламинат мы пылесосим каждый день, и примерно 1-2 раза в неделю моем его вот этой вот штукой. Это делается очень быстро. Сюда наливается средство, специальная вода, и пол можно помыть во всей квартире на 46 квадратов, примерно минут за 5, не за 10. Ну, смотря как ты усердно будешь мыть, но, короче, это очень быстро, проще, легче, чем это делать швабры, и тем более мыть руками. На кухне мы моем пол чаще, примерно каждый день или через день, особенно когда готовишь, плиты или су-столешницы жирные брызги летят на керамогранит, и вот этой штукой помыть пол тоже очень быстро и удобно. Еще классно, что она без проводов. Статья, подробная статья с обзором на вот эту поломойку, мойщик пола или швабры, называйте, как хотите, есть на моем канале. Ищите ее, если не найдете, пишите в комментариях, я тоже пришлю вам ссылку. И еще одна техника, которой мы пользуемся каждую неделю, это стеклоочиститель и тоже керхер. Называется он W75. Нет, конечно, мы не моем окна каждую неделю, мы их моем раз в год, ну или два. Сколько ты раз в год, Машук? Два. Вот, но эта штука очень классная и быстро моет зеркала. Зеркала у нас в доме не так уж, чтобы много. Одно зеркало стоит в прихожей большое, точнее в гардеробной, и второе зеркало в ванной, а зеркало в ванной пачкается, ну, очень часто. Там чистишь жул... Жубы. Там чистишь зубы, все на него летит, и мыть его приходится, ну, практически через день, ну, или два-три раза в неделю. С этой техникой процесс мытья зеркал или окон происходит намного быстрее, потому что тряпкой ты трешь, 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 размазываешь грязь, ждешь какое-то время, чтобы она разъела. А здесь наносится специальное средство с помощью вот этого распылителя. Этой же губкой так можно потереть, если пятна какие-то сильно жирные, въевшиеся или старые. И потом вот этим пылесосом грязь, просто грязная вода вместе с грязью в себя засасывается, и вы получаете идеально чистое зеркало или окно без единого развода. Это просто супер вещь, если у вас такой нет, обязательно советую обратить на нее внимание. Про эту вещь у меня была и статья на канале, и видео небольшое мы снимали, как моется зеркало. Поэтому, кому интересно, посмотрите, а с ним найдете, я тоже пришлю вам ссылку. Я показала вам топ-3 нашей любимой техники для уборки, которой мы сами реально пользуемся каждый день. И уже не представляем жизни без них. Я говорю вам честно, и пока не появится каких-то лучших аналогов, мы будем пользоваться вот этими тремя предметами. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok